ВК-2801 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 Не правда ли? Раньше можно было кидать по 370, потому что 140 мм пробития хватает на борта и корму практически всех танков в игре. Обыскиваем противников на наличии у них наркотиков, оружия и при этом кидаем им по 110 урона. По 150, иногда по 200, зависит от ватности танка. Не чурайтесь на легком танке ВК-2801, выбирайте себе цели полегче, никто вас в этом не будет. Если стреляете, стреляйте прям по вате, не пытайтесь пробить 10 км брони, у вас этого не получится. Еще очень важно на ВК-2801 оценивать, когда следует заряжать кумулятив, а когда следует все-таки фугасиком пострелять. Ну, скажем так, кумулятив это когда у противника 75 мм брони под плохим углом или ниже, или 100 мм под очень плохим углом, как, например, у Тигра Первого. Немцы, кстати, очень хорошо страдают от фугасницы ВК-2801, почему? Потому что, ну опять, доктор Фердинанд Парше, он смог, он смог форму танка, вот, забыл про углы и сделал танки просто прямоугольными коробками. Кстати, насчет ВК-2801, вы знаете вообще, как он создавался? Ой, сейчас расскажу эту байку. Приходит, значит, Илоизыч, ну знаете, Алоизыч это, ну знаете, усатый такой еще, у него еще Эмма Челка была, так вот, который с трибуны орет все время. Приходит Алоизыч к доктору Фердинанду Парше. Почему к доктору Фердинанду Парше? Потому что это такой, знаете, стереотипный немецкий доктор Аненербе в моих глазах, который такой, знаете, в очках таких крысиных, которые увеличивают в 12 раз все. Вот. Так вот, приходит он к Парше и говорит, слушай, Федь, ну, он так его называл по дружбе, сделай мне разведывательный танк, вот, который внушал бы ужас противников. Ну, Федька ему говорит, слушай, у меня есть такой вариант, просто жестяное корыто с пушкой, огромное жестяное корыто с пушкой, Алоизыч просто сразу подмахнул и все, держите, ВК-2801. Итак, Химмельсдорф, на Химмельсдорфе мы отправляемся в центр, здесь посветить не удастся, здесь нужно работать на отвлечении. Лев получает плюшечку и вот здесь вот, что это такое, что это на меня такое выпендривается? Что это за ерунда такая? На тебе фугасом пробить, а на тебе таранчиком, вот, ну, один ХП у него, конечно, остается по закону подлости, но я не позволяю ему реализовать свою продленную жизнь и кончаюсь с ним. Просто, как говорит мне часто мой друг Стас Вилборщ, говорят с тобой кончать. Однако у него не получается со мной покончить, потому что я сильный, вот, а он слабенький. Азад. А, не суть важно, продолжаю я отвлекать парней и вот здесь отметьте, как ловко, да, я себя люблю очень, как ловко я уклоняюсь отражеских снарядов. Ну, ничего не попишите, просто нужно быстро соображать на светляках, ездить вперед-назад, вперед-назад, вот, за укрытиями прятаться, хорошо чувствовать свой танк. Это необходимость. Хорошая реакция, быстрое мышление и чувство своего танка. Вот эти три вещи позволяют вас чувствовать внутри светляка, просто как внутри своего аватара в мире танков, который будет накидывать налево и направо. Маленький такой Чак Меррис. Кидаю под Черчиллю, который некоторые школьники называют Схурсхилл. Ну, молодцы, умеют в английский, ничего не попишешь. Еще раз кидаю в Схурсхилл, смотрите, пытаюсь держать на гусли, здесь у меня, к сожалению, пробивает, хотя броня здесь чуть-чуть есть, единственный светляк с броней. Ну, помимо еще. Ауф Клярунг Спансер! Ну, кстати, насчет Ауф Клярунг Спансер, он создавался примерно так же, как и в ВК-2801. Ну, вот, просто Алоизыч, он был недостаточно удовлетворен могущественным видом ВК-2801 и заказал танк по-злобную. Еще более громоздкий. Он просто уже пришел и сказал, слушай, Федь, сделай мне просто гроб на колесах, огромный горящий сарай. Кстати, многие очень любят пошутить, что немецкие светляки сгорают на работе. Нет, не смешно вообще, вообще не смешно. Горят очень часто, трансмиссия во лбу, при этом ХП мало, и поэтому пожаротушение, чистота и порядок вам не помогут. Вам поможет только автоматический огнетушитель, вот. А без бензинчика вы будете довольно медленные, потому что весит танк и много, и часто вот таким образом взрываются. Ну что ж, с вами сегодня был Дрю, ставим лайк, если вам понравилось, если вам не понравилось, ставьте дизлайки. Вот, и пишите, что я днище, но лучше так не делать, потому что иначе я буду долго плакать. Пишите в комментариях, о каком танке сделать следующее видео. Подписываемся на группу ВКонтакте, там много уникального контента. Действительно, там есть контент, который просто так не увидите на Ютубе. И, собственно, все. Всем удачи, всем пока, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok